Фантастические сборы мультфильма «Чебурашка» в российских кинотеатрах – 6 миллиардов рублей. Он собрал какую-то совершенно сумасшедшую сумму самой кассовой фильмы в постсоветской истории России. Понимаем, почему была собрана такая касса, потому что в российский прокат не выходят голливудские фильмы. И вот на этой пустоши, в отсутствии какой-либо конкуренции за глаза зрителей, «Чебурашка» бьет все рекорды. И пока во всем мире кассу собирает «Аватар», в России кассу собирает «Чебурашка». Это на самом деле такой тревожный звоночек, что сейчас, глядя на эту кассу, конечно, огромное количество людей, которые сегодня занимаются законотворческой деятельностью в России, примут решение «Ха, а протекционистские меры работают». И сейчас-то мы отстроим российский кинематограф по модели советского. У нас нет нужды конкурировать с иностранным продуктом, и теперь вся касса наша. Мы понимаем, как работает рынок, что в отсутствии конкурентоспособный же продукт на рынке не появляется, но это будет такой способ изолировать внутренний культурный рынок от какого-то внешнего культурного же продукта, законсервироваться и таким образом перегонять деньги внутри экономики, не позволять этим деньгам покидать экономику России. Поэтому вот те санкции, которые США ввели против России, они продолжают работать на руку режима Владимира Путина, они продолжают работать на руку тем коррупционерам, которые засели и в кинематографических фондах, и в госкино, и сейчас распоряжаются бюджетными деньгами для того, чтобы их освоить, для того, чтобы стать выгодополучателями отсутствия конкуренции. И, в общем, Владимир Путин в очередной раз может сказать спасибо американским санкциям, спасибо Госдепартаменту за то, что он простил коррупцию и нанес на самом деле еще один удар уже российскому кинематографу, который, конечно, в отсутствии конкурентной борьбы будет деградировать, как обычно деградируют те сферы, из которых убирается конкуренция. Спасибо за просмотр!